Газета номер 10 за 12 год От издателя Жить или не жить Уныние это грех Почему оно грех я разбираю Потому что Человеку не интересно жить Он сосредоточен на себе Он погряз в каких-то своих Каких-то своих мелочных Может для него и крупных Мыслях Эмоциях Во всем этом Житие и бытие Которое на него навалилось Он не видит Никаких перспектив Никакого выхода Ему становится неинтересно жить Тем самым он сам себя перекрывает жизненный поток И от этого Уже наша жизнедеятельность Жизнедеятельность нашего организма Начинает страдать И пошло-поехало Эноритика малая Значит начинаются Ити ослабления С ослаблением Начинают идти заболевания А так как человек Вообще не имеет Ни желания Выздороветь Ни воли То Получается очень плохой Итог Так В ноябре Луна рекомендует Вы можете посмотреть Значит Приметы и особенности Ноября Я раньше Вел такую рубрику Мне казалось Она очень интересная То есть Народные эти приметы Что К чему они Чему они учат Что показывают Что предсказывают Ну Некоторые Мне написали Что сейчас Мол Климат изменился Погода изменилась Мы стали какими-то Более современными Вот И Что все это Теперь неважно Сместилось И я Убрал Хотя мне она Очень нравилась Осенью Что можно Использовать Осенью Осень Как правило Созревает Различные ягоды Например Вот допустим Ягоды Рябины И вот С помощью Рябины Красной Что можно Из нее Делать Как применять Свойства Применения Сок плодов Рябины Обыкновенные Для укрепления Организма Как его Использовать Поскольку Пить Вот Если его Пить по чайной ложке Три раза в день Перед едой То значит Будет понижать Повышенную Кислотность При гастритах Курс Две Три недели Водный Настой Напар Грябины Обыкновенный Для укрепления Организма Водочный Настой Сироп Такие Хорошие Рецепты И Своевременные Для того Чтобы Укреплять Наш Организм Рябина С шиповником Знаете Такой Кладез Кладезь Народных Рецептов Которые Работают И сейчас И снабжают Наш Организм И полноценными Витаминами И при этом Ни в коем случае Не оказывают Никаких Отрицательных Эксперт Познавательно Практически Значит Идут Разные Вопросы Разные Люди Присылают Наблюдения Вот Я это Описываю Комментирую Что и как Это все у нас В познавательно Практическом Разделе Кстати Кстати Тут у нас Идет Даже по поводу Льва Толстого То есть Задает Вопросы Я так Интересуюсь Людьми Которые Чего-то Достигли В своей Жизни И Значит Смотрю Их Жизни Описания Стараюсь Найти Те Те Особенности Которые Их Выделяют Из Ряда Людей Чему Они Следовали И на основе Этого Я сам Стараюсь Вести Такой Образ Жизни То есть Беру Что-то Полезное У них В результате Это Сказывается Полезно И На моей Собственной Жизни То есть Я И Вы В том числе Достигнете Чего-то Большего Нежели Вообще Не интересуюсь Вот Этими Вопросами И живя Совотеком Вопрос-ответ Привет Значит У меня В последние Десять лет Было Четыре Разрыва Аневризма Сосудов Головного Моза Что Можно Сделать Вот Я тут Даю Что Он Делал Как Он Все-таки Избавился Это Вообще-то Смертельное Заболевание Как Он От Него Ушел Вот Духовная Страничка Значит Человек Рассказывает Свою Историю А я Ее Комментирую Здесь Идет О Молитвах Иоанну Кронштадтскому Тихону Воронежскому Задонскому Вот Что Люди Получали Что Люди Чувствовали Когда Обращались Вот К этим Святым Их Опыт Общения С ними Это Тоже Интересная Вещь Описывается Литературно Просветительная Страничка Статус Хорошей Мамы Не Отменяет Статус Женщины То Здесь Как раз Молодая Женщина Родила Второго Ребенка И она Как раз Описывает Своё Состояние Свои Размышления Что Да Она Мама Надо Ухаживать За Ребенком Но В то же Время В то же Время Необходимо И Сохранять Свою Женственность Сохранять Свою Привлекательность Не Запускать Себя Потому что Ребенок В дальнейшем Подрастая Он смотрит А в чём Мама Ходит А как Мама Следит За собой И это С молоком Матери Всё это Впитывается Ребенком И здоровый Образ жизни И умение Следить за собой Впитывается Знаете Как само Собой Разумеющейся То есть Ничего не надо Привывать Говорит Вот надо Там Белать Зарядку Надо ещё Что-то Там Такое Делать Всё Это Наглядно Идёт На глазах У ребёнка И Вот Её Рассуждение Об этом Очень Очень Интересно И Поучительно Потому что Многие Набирают Вес Потом Не знают Как от него Избавиться Потом На фоне Этого Идёт Страдание И Прочий Негатив Школа Здорового Образа Жизни Я как раз Вёл В то время Урок Шесть Объяснение Отличительных Особенностей Раздельного Питания Это уже Продолжение Идёт Чем Она Отличается Чем Она Характеризуется Почему Именно Надо Питаться Раздельно Для чего Какие Мы Получаем Выгоды От этого Раздельного Питания И Когда Человек Начинает Понимать Очень Важно Не то Что Ему Говорят Вот Делай А важно Понимать Что Ты Делаешь И Когда Человек Понимает Что И для Чего Он Делает Он Это Начинает Сознательно Практиковать И Естественно Добиваться Более Лучших Результатов Далее Идёт Урок Номер Восемь Практика Раздельного Питания Кто Применял Что Получал Рассказывает Об этом Выдающиеся Диетологи Своего Времени Говард Хей Это А также Другие Какие Продукты Закисляют Организм Какие Продукты Ощелачивает Организм Сейчас Много Подобных Вопросов По Интернету Бывает Наподобие И Кругом То Закисляем То Ощелачиваем Где Нитраты Находятся Все Это Здесь Как раз Я Объясняю Болезни Их Лечение Вообще Как Обойтись Без лечения И прочего Что Для этого Надо Делать Наедаем Болезни А потом Лечим То есть Вот Задают Такие Вопросы Что Вот Возникло Заболевание Ни с того Ни с чего А оказывается Ее Можно Просто На просто Это Заболевание Наесть И Наконец Таки Вот Это Интересное Важное Познакомитесь О чем Там Пишет Ага Это Дыхание Циркуляторное Дыхание Оно Оно Обладает Рядом Интересных Особенностей Поэтому Важно Познакомиться С ним На Живом Примере Как Это Все Происходит Ну Вот Газетка Подошла К Познакомься Продолжение следует...